Так, и вот улица Новослободская, тоже знаменитая для меня, значит переход, его не две открытых дверцы, мы сейчас идем туда, вот этот переход кстати тоже такой сладкий, я называю такие места, ну я думаю знаете о чем я говорю, на гитаре я здесь играл, здесь четко с 4 до 7 то есть час пик, когда люди идут с работы, так он пустой, пустой, холодный, есть теплый переход, этот холодный, потому что он короткий, продувается весь, и вот на этом месте играл я на гитаре, от полутора до трех тысяч можно срубить за три часа, ну не знаю, был моложе, как бы романтичнее, наверное, сейчас уже стыдно, стыдно этим заниматься, ну и время такое, сейчас эти карточки, наличных денег мало у людей, поэтому это уже уходит в прошлое, или же людям надо двигаться, эти терминалы покупать что ли, с собой носить, тут опять что-то все поперекрыли, что-то опять симичат, вот здравствуйте вот пожалуйста бесплатный туалет, эмжо мыло, туалетная бумага, все чистенько, все красиво горячее убил им ссовка сейчас все это вам покажу, сколько дойти вот эстакада, сверху едут машины ну 7-10 минут ну Валера Космос, допустим, будет идти 15 минут ну можно уже прийти сюда и тоже привести себя в порядок вот здесь сейчас кофейня раньше это тоже такой маленький юмор кофейня раньше здесь был Сбербанк потом он, значит, закрылся и один тип из наших, Саня Бульба Беларусь вскрыл его вскрыл, и мы там жили я лично жил в это, за решеткой, короче в самой, в самой кассе где бабки, видимо, раньше хранились мы отсюда вынесли 180 килограмм меди проводку сняли потом пришли эти охранники какое-то охранное агентство попросили нас вежливо без мордобоя, правда вот, вот этот подъезд тоже здесь ну это вообще как бы улица понимаете, да вон он следственный изолятор светленький вот это 73 Новослободская а дом 45 Новослободская это Бутырская тюрьма кстати, где танк сидит вот и кстати мне вчера позвонил один подписчик Александр ну он попросил как бы там не афишировать ничего об этом вот ну я так образно скажу то есть он перевел мне сегодня тысячу рублей обещал приехать но не смог вчера выпил вина и сегодня жена его никуда не отпускает значит перевел тысячу рублей мне, чтобы я танку греф сделал вот поэтому мне вечером сегодня предстоит есть сайт там Уфсин магазин вот там зарегистрироваться и не посылкой посылать передачку потому что это очень долго очень долго и все будет шмонать сигареты все ломать и так далее там подобное вот а через Уфсин через магазин когда во-первых быстрее во-вторых ничего не ломают там уже все проверено вот про этот подъезд не договорил то есть здесь живут непростые люди все связаны так или иначе со следствием со следственными органами и так далее и так подобное вот один из них мне дарил гитару вот это вот ночной магазин сейчас мы зайдем убралась она убралась ну вот здесь нормальный запах то есть здесь за грантиком попшикано это крен работает рукой сушить мыло есть вода горячая чистые кабиночки туалетная бумага для инвалидов так рассказываю дальше но это все вкратце понимаете если если кто-то был бы такой человек да который занялся вот этим вопросом продвинуть реально реально можно книгу написать вон он дом светлый посередине стоит там живет знакомая Вика кстати вот по этой стороне где-то Алсу живет вот я точно не знаю ни разу у нее не был вот это Вика она такая добрая женщина правда к сожалению иногда любит усугубить положение вот ну запросто можно было там купить ей что-то покушать сигарет охоту крепкую она пьет водку она не пьет ну пьет редко в основном охота с охотой крепкой напивается три полторашки засадит и все начинает захерить можно было к ней зайти а вот он бомжик ёпт твою ой не сказать да скажешь мужчина здравствуйте ты что тут по моей помойке лазишь что там интересного сайт откуда в баню ездил молодец вовешь тебе пресса тут наложили а что ищешь металл я повалю вот вот видите москва где надежды потеряешь так и что я говорил квики вот можно зайти помыться то есть я вам так скажу кто хочет себя держать в рамках приличия мне допустим стыдно подходить к тем более мужчинам когда уже безвыходное положение когда уже на кочерге сидишь раздухарился ну и начинаешь там зехерить деньги стреля как ты подойдешь к у тебя руки грязные волосы не причесаны и так далее хотя бы минимальные какие-то все равно рамки можно себя приводить в порядок вот я вам уже кучу мест показал вот в это здание я так и не забрался я долго думал что это потом значит прочитал что это монастырь женский монастырь вот и так вот вот дом вы видели да сейчас он называется мульт мульт не знаю почему но я так предполагаю как типа мультимагазин там можно найти все еду кстати не думайте что есть магазины такие допустим азбука вкуса москвичи знают вот азбука вкуса там хлеб по 400 рублей буханка стоит вот и там не как в дикси переклеивают эти вкладыши и добавляют срок жизни продукту вот а там выкидывают за день за два до истечения срока вот вот там вот дальше там вот на видео раньше было видно высокое здание о нем я там конкретней подойдем тоже расскажу и значит в этой мы уже с охранниками ребята там киргизы работают вот чтобы они ну выкинуть в мусорку мыть шарится в этой тележке что они выкидывают и я скажу вам там жили в плане продуктов вот в третьих любую церковь любую церковь увидел в москве зашел и попросил дайте покушать всегда дадут церкви дадут и покушать если есть если есть одежда очень много мест где этим конкретно занимаются ну так люди допустим приносят пожертвования относил куртку она там не рваная ничего даже есть такие люди что не все люди плохие далеко не все очень много хороших людей находили ребята вещи прям постиранные порошочком пахнут в пакетик в пакетик сложен или складут как в комментариях пишите вот то есть намеренно зная придут бедолаги придут бомжи ну и хотя бы переодену свои шмотки вшивые я проморгал блин какое-то здание мне надо мне надо узнать вы представляете я здесь живу это я на Савеловской 14 лет а вообще я раньше там тусовался дальше я еще покажу если дойду сегодня может быть это в другой серии будет потому что уже тут видос собрался на минут на 40 не всем интересно вот он 57 дом